Яна Маннергейн, чел-наемник. Яна стала другой! Тысячи лет ее кровь пропитывалась ненавистью! Твой час настал, Элигорд. Кто ты? Лась, гиперборейская ведьма, перерожденная наложницей великого господина Азактота. Гиперборейцы в тайном городе находятся вне закона. Союз с тварями кадав обесчестит орден. Великий магистр попрал все ключевые договоренности. Я открою, брата, небо! Орден рад видеть тебя, повелитесь шестидесяти легионов. Я обещал, что чудо начнут войну сегодня, и они ее начнут. Там был заурядный бой! А вы вмешиваетесь в операцию Зеленого дома! Мы должны немедленно взять бастион лучников! Немедленно! Все предатели заплатят по счетам. Что ты вообще знаешь о ненависти? Ненависть побеждает страх! Я предлагаю хотя бы подумать, как нам встретиться с Яном. Лео и Дюнтер уже потеряли горностай. Как потеряли горностай? Вы что, не посылали рыцарей в замок? Нет. Я приказал горностаям сосредоточиться здесь. Это же мятеж. А это именно то, что нам нужно. Что это, по-вашему? Ну, по-моему, это московский Кремль. Ну да. Ониксовый замок Каддафула. Поздравляю вас, Картес. Вы заинтересовали орден. Вот именно. Интересно, чем я их так заинтересовал? Я обычный чел. Даже не маг. Да не надо преуменьшать свои заслуги. Чудо бы, либо счастье бы, переманив вас на свою сторону. Но вы сделали правильный выбор. Что-то я не уверен насчет правильного выбора. Мы так и не нашли способ увидеться с Яной. Картес, поверьте. Я способен понять ваши чувства. Но поймите и вы. Поговорить, как предлагает Инга, можно с обычной девушкой. Но с гипербористской ведьмой так просто договориться нельзя. И нельзя склонить на свою сторону разговором ее любви. А чем можно? А? Ничем. Она сама должна сделать свой выбор. Если Яна воспримет философию кадаф и окончательно превратится в наложницу Азактота, темный двор не сможет видеть в ней своего друга. Тогда она и вас просто выкинет с головы, как ненужную мелочь. Ну а что, если Яна не проникнет с этими гипербористскими идеями? Тогда что? Тогда мы будем видеть в ней нашего друга. Темный двор? Своих друзей не бросает. Конечно. Ну а мне что делать? Мне что делать? Сидеть здесь и ждать? Да. Вам придется именно сидеть и ждать. В ближайшее время вам нельзя покидать цитадель. Вы что, хотите, чтобы я здесь прятался? Рыцари потеряли всякое чувство меры. И готовы даже на похищение. Этого допускать нельзя. Достаточно того, что у них уже есть Яна. Я не могу вас принуждать, но это настоятельная рекомендация темного двора. Черт. И сколько мне здесь еще находиться, а? Как вы думаете? Как долго мне здесь быть? Да не очень. В настоящее время мы проводим как раз одно мероприятие, которое подтолкнет чудо в крыши селендействия. Символ пирамиды – вечность. Символ вечности – неприступность. То, что выше понимание невозможно преодолеть. Вечность – это сила. Неприступность – это вечность. Пресс-служба Великого дома Нави официально подтвердила, что князь Темного двора отдал распоряжение о строительстве в секторе Навов пирамиды неприступности. Напомним, что Темный двор крайне редко использует этот мощнейший артефакт. Навы готовятся к обороне. Вот что стояло за их наглыми заявлениями. Они не будут воевать. Они боятся. И кто же из них боится? Князь или Сантьяго? Оба. Темный двор переживает снижение мощности источника. Теперь вся их магическая энергия будет направлена на пирамиду. Они абсолютно точно не вступят в союз с чудами. А в одиночку орден напасть не рискнет. И все же, до окончания срока ультиматума осталось два часа. Теперь это уже не важно. Милана, сколько вам дней нужно еще на лабораторию? День, может быть, два. Без Монастырева нам не обойтись. А вывезти из комы вызванной шаровой молнией очень сложно. Но мы справимся. А вы должны справиться. Время у нас еще есть. Но все же я считаю, что вокруг Зеленого дома нужно оставлять войска. Теперь в этом нет необходимости. Так, мобилизацию не отменять до срока окончания ультиматума. Да, королева. Да будет вертие вечное. Я подтверждаю печальцу темного двора. Пирамида делает практически невозможным захват оберегаемой ею территории, но требует колоссального количества магической энергии. В связи с этим Темный двор объявил, что приостанавливает подзарядку проданных через гильдию артефактов. Карим Томба специально для Тигранко. Навы вложили все остатки своей энергии в пирамиду. Наши аналитики и мастер предсказаний уверены, что это не фикция, повелитель. Это лучшее, чем можно было ожидать. Да, время пришло. Я приказываю тебе, ведьма, вызвать из глубокого бестиария оговоренное количество войск. Мы начинаем войну с Зеленым домом. Артем, отключай новости. Сейчас. Да. Сантьяк залежал Кортеса в цитадели. Вопрос зачем? Вопрос звучит по-другому. Что нам теперь делать? Действовать решительно. Другого я тебя не ожидал. Ну вот. Замок Кадав. Приветствую тебя, Тасмит. Приветствую тебя, Ключник. Прими мое почтение и мою ненависть. Прими и ты. Я очень доволен твоими действиями, Тасмит. Но победы еще далеко. Мы победим. Азарт Доку понравится пламя твоей ненависти. Ворота земли еще закрыты для меня. Пока закрыты. Эти доспехи и оружие твои и лазь. Их передадут тебе воины, которые пройдут вратами Нергала. Великий господин ждет. Да будет проклято в веках его имя. На штурм Зеленого дома были брошены отряды тварей Кадав. Среди командующих были замечены Элигор и Аннабот. Это главные иерархи Азактота. Пресс-служба ордена отказывается комментировать данную ситуацию. Обалдеть. Да. В общем, смотри, кого чудо вытащили из бестиария. Самых сильных магов-полководцев. Эту информацию я нашла на сайте tigrad.com. Элигор. Один из самых сильных воинов Кадав. Аннабот. Этой жабе на язык лучше не попадаться. Он ядовитый. Нахак. Является одним из самых сильных стратегов. Он мутировал в жука. И теперь он практически неуязвим под своим хитиновым панцирем. Гамори. Герблюд какой-то. Да, практически. И попрошу заметить, что этот верблюд, как и все они, бывшие челы. Ну, а это так, рядовые. Тощий всадник, мертвый демон, птица Лэнга. В общем, полный набор. Класс. Подписывайтесь на наш канал «Война онлайн». Самое гарантирусное дитва столетия в режиме реального времени. Унижание марминга марминга. КОНЕЦ. 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 Неприступные стены Зелёного дома штурмуют мёртвые демоны. Мёртвыми их назвали из-за того, что у них заблокированы центры боли. Армия Зелёного дома, хоть и отчаянна, но всё же безуспешно защищает борец и свою королеву. Война! Как же я соскучилась по ней. Кровь, ненависть, опасность. Это невероятно. Да, я помню. Если бы ты действительно помнила, то сама рвалась бы в бой. Ты ещё не полностью переводилась, сестра. Нет. Я помню войну, которая была тысячи лет назад. Но я также помню, что было вчера. Я помню ненависть, но я помню её любовь. Знаешь, что это такое? Знаешь, что такое быть любимой женщиной, а не наложницей? Ты всё о своём Кортесе. Забыла тебе сказать. Великий магистр посылал за Кортесом рыцарей. Ему было даже разрешено прийти к тебе. Где он? А он не пришёл. Отказался. Более того, он скрылся в цитадель. Этого не может быть. Только так и может быть. Кортес любил Яну, а гиперборейскую ведьму Лась он боится. А совсем скоро станет ненавидеть. Сантьяго позаботится об этом. Прочь с дороги! Чем ошарахнули люди? Облако молнии. Специально гады разработали, чтобы наших боевых драконов уничтожить. Да, эффектно, эффектно. Сюрпризы ещё будут? А как же? Шестьсот страниц книги боевых заклинаний. Фалорина из них уже придумана после того, как ваша гиперборея пала. Будут сюрпризы. Вон. Выводи вторую стаю! Ваше Величество, жрицы ждут, на стенах очень тяжело. Я знаю, я подойду позже. Тапира, кувалда, вы сами видите, ситуация крайне тяжёлая. Но мы готовы отбить первый штурм. Просто сидеть, сложа руки, для нас смерти подобно. Жду от вас предложений. Марьяны провели мобилизацию. Мы готовы нанести удар в тыл врага, чтобы снять осаду и вывести войско на оперативный простор. Красные шапки. А сколько заплатят? Нам нужно виски и оружие. Проси добыча, добыча будет, нет? Я уполномочен говорить от имени великого фюрера. Мы готовы. Порвём этих гиперборейцев. Я знала, что могу положиться на своих вассалов в трудный для Зелёного дома час. Вы должны выбрать сами, Ваше Величество. Либо мы атакуем по двум направлениям сразу, либо мы соединяемся с красными шапками, чтобы нанести один мощный удар. Пока в этом нет необходимости. Слава Спящему. С гиперборейцами мы справимся. Наши аналитики уверены, что мы сможем снять осаду в течение нескольких часов. Да. Если на помощь творим кадаф, не придут рыцари. Да, Тапира. Ты правильно понимаешь ситуацию. Замысел великого магистра очевиден. Он хочет измотать армию Зелёного дома штурмовиками Азак-Тота, а потом нанести решающий удар собственной гвардии. То есть ничего делать не надо. Будем ждать, как всё само сложится. Я хочу, чтобы вы организовали тотальную охоту за рыцарями по всему городу. Я хочу, чтобы ни один чук не чувствовал себя в безопасности. Я хочу, чтобы они ходили и оглядывались. Тотальный террор. Слышали? Добыча будет. Что со связью? Ваше Величество! Ваше Величество! Что, в квартиру морян ворвались стоящие всадники? Зелёные смогут одобриться, господам ненужные данные? Комиссар, мы очень стараемся, очень стараемся. Но вероятность пока невелика. Какая? Сейчас мы получим новые данные. Доминго, Доминго. Вчислава испугалась. Она выпустит резерв. Ага. И вероятность этого 74%. Значит, отобьются. Мячеслава, что у нас осталось в резерве? Дружинники, доминосокольники и три дочери правля. Это всё, что осталось? Да, королева. Пора. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Назерённый дом! Демоны! Бей демона! НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Это что? Они драпают! Ты посмотри! Они же драпают! Свои демоны! Королева выпустила резерв. Ведь мы ж почти провалиться. Кто это мы? Я вижу только трупы кипербалейцев. И один рыцарь ордена не пострадал! Потому что чудов там нет! Для этого вас выпустили из бестиария! Выпускай резервы! И сейчас мы перестроим порядок, посчитаем потери, потом решим, кто нам нужен. Ах ты жёлкая тварь! Я тебе сказал! А ну быстро! Выпускай резервы! Зачем нам лишние потери? Мы можем сделать так, что дворец брать не придётся! ВЗРЫВ 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 Согласятся на все наши условия! Кажется, именно так сейчас воюют на земле! Нет! Нет! Великий магистр никогда не пойдёт на такое! Мы не воюем с детьми! Это против нашей чести и против наших правил! Вы все, как только вisasных правил! Война всегда против правил! Мы не собираемся их убивать! Просто напугаем! ВЕЛИКОМем МАГИСТРУ об этом не вы hingуше! Мы подчинимся и твоему приказу, Азеройны. И потом, после победы кто нас осудит. У нас, к примеру, победителей награждают. Золотой корень. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я приведу войска! У меня будет армия! Я скажу к магистру, пусти дорогу! Сыграй переговоры. Скажи, что мы хотим собрать трупы. Пускай не стреляют. Князь, неужели вы будете бездействовать даже теперь? Приветствую вас, королева. У меня нет времени на приветствие и формальности. Умение распределить свое время говорит о наличии разума. Князь, если вы не заметили, в тайном городе идет война. Что может быть важнее? Эту войну развязали вы сами. Вы первыми нарушили договоренность. Да мы готовы отдать вам лабораторию по производству стима. Теперь она нам не нужна. Я не могу подвергнуть темный двор атакам тварей а за кто-то. Но вы ведь все равно на очереди. Орден расправится с нами и пойдет на вас. Наши аналитики просчитывают ситуацию. И после тщательного анализа мы вернемся к переговорам. А что делать нам? В военных действиях наступил перерыв. Время собирать убитых и раненых. Красные шапки пользуются передышкой, чтобы заняться мародерством, своим семейным бизнесом. Не надо грязи! Податься, что ли, в красные шапки? Надоело уже здесь торчать. Кортес. Мне хочу вам предложить другой контракт. Ну, наконец-то. Это война интрига темного двора. Королева Всеслава уже попросила у князя помощь. Но темный двор не будет участвовать в военных действиях. Мы поможем зеленым по-другому. Мы спроводируем мятеж в ордене. А раскол во время войны – это гарантия поражения. Что-то я не понял. Вы что, хотите посадить на трон чуде мятежного Дегира? Да, именно это я и хочу сделать. Но для этого мне нужно, чтобы вы отправились на Алтай. И уговорили Хванов, чтобы они выступили против великого магистра. И поддержали Дегира. А с чего это вы взяли, комиссар? Что Хваны меня послушают? Ну, потому что вы чел. Лица нейтральные. Ну, и в то же время они вас уважают, поэтому и прислушаются к вашим словам. А скажете вы, что гиперборейцы будут заинтересованы синтезой стима? Это же проще, дешевле и отдача больше, чем выращивать золотой корень. Ну, и тогда семейный бизнес Хванов рухнет. А вы знаете, комиссар, я, конечно, не против отправиться на Алтай. Но вот только судьба Яна меня волнует больше, чем судьба рыцарского ордена. Вы уж извините. Да, да. Понимаю. Я буду с вами откровенен до конца. Сейчас я вам расскажу то, что знает только князь. О, милейший! Передай великому магистру, что мы хотим обсудить с ним кое-какие дела. Надеюсь, ты знаешь, кто мы. У великого магистра сейчас совещание с полководцами. Милейший, ты, наверное, запамятовал. Так я тебе напомню. Торговая гильдия, служба утилизации, банки, страхование. Короче, все, чем живет тайный город, это мы. Меня зовут Генбек Хамси. А это уважаемый Гюрбек Томба. Не тяните время, юноша, у нас бизнес стынет. Да. Это грабеж. Это самые настоящие грабежи. Вы что, хотите разорить тайный город? Мы ведем войну. Мы спасаем тайный город от агрессии зеленого дома. Ну, все это туда, суда, политика. Нас это не волнует. У нас бизнес, а это, сынок, очень серьезно. А мы здесь, по-вашему, в игрушки играем. Так что вы от меня хотите? Вы знаете, скольких усилий стоило службе утилизации скрыть от челов появление армии кадав? Челы снимали на мобильнике нападение точных всадников. Мы потом в интернете стирали эти ролики. А сколько нам это стоило? Кто за это заплатил? Да. Купец! Тебе жить надоело. Это вы мне, молодой человек? Удивительная гикость, а? Они же гиперболитцы, они же произошли от челов. Я создал спящий семейку на нашу голову. Долго мы будем слушать этот бред? Это не бред. Война войной, а челов напрягать нельзя. Почему? Потому что их семь миллиардов. Я немедленно отдам приказ казначею, и мы перечислим в службе утилизации необходимые средства. А, простите, а как насчет компенсации ущерба? Да, да. Фонды страховой компании, они не беспредельны. Мы несем убытки. Сколько страховых случаев. Да, да. Это безумие какое-то! Почему нельзя убить всех и забрать все золото? Какой же ты дикий сынок, а? В наше время деньги – это не золото, это бумажки и пластиковые карточки. Бумажки? Карточки? Я хочу обратно в бестиярий! Уважаемые, после военных действий орден произведет все выплаты по подтвержденным страховым случаям. Ну, тогда мы будем вынуждены начислять на сумму долга 36% годовых. Что?! Это же грабеж! Вот, молодой человек, именно с этого мы и начали нашу беседу! Это все? Да. Нет. Если позволите, мы бы хотели сфотографироваться с этим краснокожим гиперброистским парнем. Что? Чего они хотят? Сфотографироваться с тобой. Как это? Это совсем не больно. А фотку мы тебе перешлем, нам было. Бесплатно. Пойду на это. А неплохо получилось. Красномордый таращится. Здоровый вон этот иллигон. Таких сейчас редко встретишь. Ну, не чаще, чем ктулху. И кожа у него достаточно плотная. Корона красивая. Жаль, что не отдельно. Растет прямо из башки. Да. Можно сделать хорошие копии. Думаешь о том же, о чем и я? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Спокойно, я без оружия. Ты вышел из навского портала, Кортес? Что от нас нужно, Сантьяги? Он прислал меня, чтобы я рассказал вам, что происходит в тайном городе. Здесь не такая глушь. Мы смотрим войну онлайн. Так что знаем все. И даже то, что Франц де Гир не предавал свой орден? Рыцарь де Гир поднял мятеж. Нет. Он не пошел на преступный сговор с тварями кадав. А горностай его поддержали. Тебе лучше уйти. Ради нашей дружбы. А ты знаешь, почему началась война? Потому что Люда и Чудо не смогли поделить лабораторию по производству стима. Искусственного золотого корня. Семья Хван вне политики. А я говорил сейчас о вашем семейном бизнесе. Вы только представьте, если хотя бы один из великих домов наладит производство искусственного золотого корня. Ваши плантации будут никому не нужны. Подумайте об этом. А тайный город совсем рядом. Даже ближе, чем это кажется. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Чего, вы же говорили, что идти недолго. Там прорвовую канализацию. Пришлось в обход. Порталом хотя было бы чище. Да. Порта могут засечь. А мне бы хотелось сохранить этот визит в тайне. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Рад. Искренне рад. Прошу. Может быть, коньячку? Не откажемся. Инга? А где Кортес? Он немного зарит. Простите, у вас контракт? Нет, мы свободны. Прошу. Вы знаете, Кортес может немножко задержаться. Поэтому, если вы торопитесь, вы можете рассказать о своем предложении нам. Мы хотели бы, чтобы вы устроили, как это, сафари. Да. Маленькое сафари. Вы имеете в виду фирму неприятных ощущений? Ну, это всего лишь прикрытие. Мы имеем в виду молодые люди, отлов, иерархов, кадав, с целью дальнейшего преобразования их в предметы интерьер. В чучело. Тогда вам лучше обратиться к боевым магам. Маги. А что они сделают? Изрубят-то куски. Эти шкуры. Наделают дырок копьями. И обожгут все с шаровыми молниями. И куда это все потом? На помойку? Конечно. Нам нужны целые шкуры. Причем лучшего качества. Тощих всадников, мертвых демонов и прочую шушеру не приносите. Этого добра будет на вам. Нам нужен первоклассный товар. Иерархия, азак, то-то. У вас же есть опыт. Кортес прекрасно справился с Коктулху. Но потом здесь фантазия. Я помню, как она меня ограбила. Никак не могу забыть. Вот и смешно было. Обсудим нашу долю. Что ее обсуждать-то? Обычные расценки. Да. Потом составишь смертную сундуку. Ну это грабеж, господа. Ваше предложение. Да. Вы вкладываете свои деньги, а мы рискуем своими шкурами. Поэтому делим все пополам. Вот и все. Кровопийца. Да. Ну, допустим, мы согласны. Тогда для начала нам нужно 10 гранатометов по 2 выстрелов каждого. Ну, это странная просьба. И вся информация о тварях Кадаб, включая закрытую. Ну, а вот это невозможно. Да, да, да. Но у вас будет все. Ну, тогда мы договорились. Мы вам позвоним. Мы пришли. Бастилон и Лучников над нами. Останьтесь здесь. Я не ожидал, что вы пригласите меня в Бастилон. О, под Бастилон. Это может вызвать кровотолки. Мне и так сложно было согласиться на эту встречу, комиссар. И я до сих пор не уверен. Правильно ли я поступаю, разговариваясь с вами? Правильно, Франц. Катастрофа близка. И вы это понимаете. Атака гиперборейцев произвела на князя сильное впечатление. И он заключит союз с Зеленым домом. Совместного вторжения наших двух армий в сектор чуди. Орден не выдержит. Я догадывался, что это пирамида неприступности и так отвлекающий маневр. Да это не так. Так. Мы действительно не готовы к серьезной войне. И поэтому до сих пор медлили. Но союз ордена и кадаф не оставил нам выбора. Великий магистр подставил под удар весь тайный город. У князя нет выбора. В чем смысл нашей встречи? Мы не хотим войны на тотальное уничтожение. Да ее никто не хочет. И великий магистр тоже. После того, как Леонард договорился с тварями кадаф, мы больше не можем полагаться на его благоразумие. Мы не верим тому, кто воспринял философию кадаф. Он ее не воспринял. А вы в этом уверены? А что тогда означает нарушение всех договоренностей? Что тогда означает нападение на вас? Франц, будем откровенны. Пришло время ордену сменить великого магистра. Темный двор интересует ваша кандидатура, потому что вы умеете держать слово. Мы не хотим, чтобы на троне оказался непредсказуемый гинтершайда. Слишком сладкие речи у нас. Сладкие. Если я займу трон, опираясь на ваши штыки, орден мне этого никогда не простит. А я не собирался предлагать вам это. Я предложил. Разве вы не понимаете, что у вас достаточно сторонников в среде своих? И не только лужа, а Горностаев. Многим рейдерам не нравится, как стали смотреть на Чуть в тайном городе. Смысл нашей встречи в том, чтобы вы услышали это. Что сказал Сантьяго? То же самое, что и вы. Вот видишь, цели у нас разные, но вывод один. Ты должен занять трон. Ты должен сохранить для ордена лучших рыцарей. Те, кто пойдут за тобой, имеют шанс уцелеть. Темный двор, он ведь не будет вмешиваться. Значит, собирай. Тех, кто пойдет за тобой. Это твой долг. Что нас потребовал взамен? В том-то и дело, что ничего, дядя. Боюсь, что мы уже сделали все, чего добивался темный двор. Мне нужны корреспонденты, тигратком. Союз с гиперборейцами был преступлением. И это ничем нельзя объяснить. Честь ордена запятнана. И будущим поколениям придется приложить немало усилий, чтобы смыть этот позор. Своим поступком он возродил культ ненависти. Этот бред тигратком транслирует непрерывно. Надо бросить на предателей гвардию. Не говори ерунды, гвардейцы не каратели. Они не будут воевать против своих. Так они уже. Что уже? Были случаи? Дезертирство? Ну говори, были? Командор войны Рик Бомбарда и еще 30 гвардейцев ушли в бастион лучников. И еще 4 командора. Когда я последний раз разговаривал с лидерами ложь, Нельсон Барт отмалчивался. Мне кажется, мы можем доверять только Саламандрам и Драконам. Кажется. Ему кажется. Не ты ли кричал мне, что гвардия готова на все? Где твой авторитет? Ты капитан или кто? С проблемой предателей могут справиться гиперборейцы. Им все равно, кого резать. Ты говоришь о рыцарях, ведьма? Я говорю о мятежниках. Я не допущу междоусобицу. Тогда тебе придется попрощаться с гвардией. Рыцари не должны думать, что мятеж возможен. Ты обязан уничтожить Гранастаев. Мне кажется, что ты с удовольствием бы уничтожила нас всех. Мы в одной лодке, великий магистр. Мы не можем вытащить. Не спестяри новые войска. На них не хватит золотого корня. Поэтому надо решать вопрос с лабораторией. Это тупик. Наши силы истощены. Они взяли зеленый дом, а теперь еще этот мятеж. Есть выход, мастер мастеров. Нам совершенно не обязательно захватывать весь зеленый дом. Достаточно захватить школу зеленого дома. И люди отдадут нам лабораторию сразу. А потом мы бросим туда гиперборейцев. Они подавят мятеж. Клинок стремительно сверкнувший для глаз твоих услада. А в душе пусть храбрость пышной сакурой цветет. Это что за услада-то, а фея, что ли? А что у него с глазами? Это Хоку. Мы с Захаром в музей ходили, он мечтал. Ты ходил в музей? Ну да. А что? Без нас? Ты всю добычу себе оставил? Да не было там никакой добычи. Мы картинами любовались. Захар. Да. Скровосос. А он случайно тебе кровь не пил? А то, может, ты типа уже и не копыт, а упырь. Ты ша! Да вы как маленькие дети. Все в человские сказки верите. Да если бы он меня укусил, я был бы тохлым трупом, а не уебуем. А ты докажи. Да! Стоп! Как он смех! Как он смел так разговаривать со мной? А? Со мной! Старый дурак! Леонард слаб и стар. Ордену нужен новый великий магистр. Молодой. Решительный. Герой войны. Это я. Это я нужен ордену! Леонарда. Я займу твой трон. Ну, конечно, ты. Кто же еще? Я поведу войска! Последний штурм! Я! Понятно? Я сотру этот зеленый дом! Я сравняю его с землей! А старый Лео запятнает свою репутацию подавлением мятежа. Чудо никогда не простят ему карательные операции против горностаев. Ты со мной, ведьма? Ну, конечно. Мне нравится твоя сила. Ой, великий магистр. Братва, я знаю, как деньги большие заработать! А ну-ка, расскажи. Короче. Был я в музее. Эй, эй, эй! Стоп! Не видел там? Чуча в Актулху. Ортес его завалил и продал. Задорого. Подожди, подожди, подожди. Сел? Завалил кадавскую тварь? Да. А сейчас этих тварей по городу. О, как бегает! Лови, продавай шассом! Делать ничего не надо. Больно, Копыт? Да пошли вы! Пошли вы! Не спишь ночами. Думаешь о вас, а вы... ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло, Копыта? А что у тебя с голосом? Парень за шум. Тебе что, больше заняться нечем. Руки спящего, а? Короче, подзаработать хочешь? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Сколько? Десять гранатометов. Наверное, все разряжены. По одному выстрелу в комплекте. Это что? ТОНШО, И ВСЁ? Ну, нет, так нет. Давай. ТОНШО, И ВСЁ? Артем, ты я пошутил! ТОНШО, И ПОШУТИТЬ НЕЛЬЗЯ! Своим посолком Леонард де Сен-Каре плюнул на всех рыцарей, которые погибли в войнах кадав. Он растоптал, а свернил их память. Целый день этого рыжего показывают. Ненавижу их всех. А мне кажется, Дегер симпатичный. Фу, ты что? Он же старый. Ничего он не старый. Зато он маг. Не то, что эти дружинники в зеленом доме. А вам все игрушки. В тайном городе идет война. Вы знаете об этом? Без тебя знаем. Вот именно. Мы с вами все знаем и ничего не делаем. Наши учителя ушли к королеве. Может быть, они сейчас умирают, защищая зеленый дом. А мы стоим тут с вами и хихикаем, как дурочки. А ведь мы тоже маги. Мы должны быть в тайном городе. Нас охраняют моряны. Ты все равно отсюда не уйдешь. Вы целый день смотрите новости и так ничего не поняли? Наш штаб квартиры моряны на поле гиперборейцы. Вы об этом слышали? Ну и что? А то, что все моряны ушли туда отбивать своих сестер. Они не могли нас бросить. Могли. Потому что все знают, на детей никто нападать не будет. Они надеются, что мы никогда не догадаемся, что остались одни. Надо идти в тайный город. Давайте порталом, так быстрее. Побереги магическую энергию. Мать, поймите, когда ты стратишь своего Дегира. А он захочет тебя убить. Ты чем слушала? Он против войны. Хватит. Все согласны идти? Да. Смотрите. Леонард, старый подлец. Ты понимаешь, как далеко ты зашел? Вторжение до стечения ультиматума. Захват детей. Где твоя честь? Не тебе говорить о чести, королева. То, что происходит на твоей совести. Если я отдам тебе лабораторию по производству стима, ты снимешь осаду с зеленого дома? Не сразу. Сначала мы проверим лабораторию. Удостоверимся, что ты нас не обманула. Затем обсудим размеры контрибуции и изменения границ сектора люди. Убери, тварь и кадаф из школы. Отныне условия ставлю только я. Ты перешел все границы. Что будет с детьми? Прекрасно выглядишь, судя по глазам. Не как в прошлый раз. У меня прекрасные предчувствия. Что за предчувствия? Темный двор. Собирается вступить в войну. Будет много пищи. А у тебя есть немного времени на старых друзей? Нам помощь нужна. Помощь нужна только ты. Нужно пробраться в замок и поговорить там кой с кем. С ума сошел? Как можно пробраться в замок сейчас? План есть. План уже разработан. Но туда ты попадешь сто процентов. Обратно? Обратно. Но с этим проблема. Но ты же умный. Да. Ну вот. Ты их придумаешь. Я уже придумал. Я туда не пойду. Я, конечно, благодарен тебе и Инге за то, что вы спасли мне жизнь. Но я не понимаю, вы меня спасли для чего? Чтобы бросить на смерть? Ты знаешь, что на стороне Ордена сражается перерожденная гиперборейская ведьма? Об этом знают все. Вот. А ты знаешь, сколько всего перерожденных ведьмин? Три. Три. А одна из них Яна. Наша Яна. И она сейчас находится там. Да. Спящие умеют пошутить даже во сне. Гамори. Отпускай заложников. Они не могли нас обмануть. Кто? Они не могли. Так что у нас теперь есть золотой корень.